Доброе утречко всем! Особенно парфюмерная маньячка, маньяка и хомячка. В поисках места, где бы солнце не слишком засвечивало, я тут по всей квартире передвигалась и, наконец, очутилась в этом месте. Надеюсь, оно вам понравится. Там сзади садик ежиков, если он виден. Ну, в общем, если надоест смотреть на меня, то можно посмотреть на то, что же там такое интересное на полочках. Всякое разное. А я себе не буду показывать ароматы, которые были приобретены, обменены, подарены, куплены. В общем, всякое такое парфюмерное новенькое в месяце мая этого года. Кое-что есть, кое-что размусорилось. Очень много было всего продано. Еще много ждет в своей очереди. И в то же время мой парфюмерный хомяк, он такой любопытный, что он не мог остановиться. Конечно, он искал что-то еще, каких-то новых впечатлений, переживаний. И все будет построено на всяких впечатлениях, переживаниях, эмоциях. Поэтому, кому нужен серьезный подход к описанию ароматов, это не сюда. У меня будет все такое... Вау! Ах! Неужели? Фу! В общем, начинаем. Был приобретен как-то ранее вот такой аромат Серджио Неро, цитрус, арома секрет. И он мне понравился. Он такой вот очень позитивный лимончик, цитрус. И скорее даже как ароматерапия, чем как духи. Но вот иногда, когда настроение куда-то падает, хочется его так в воздухе распылить. И получается прекрасный. Поэтому там был еще аромат, мне кажется, с розой и с санталом. Решила приобрести аромат с санталом. Он... Это такой сладкий сантал. Мне начал нравиться после этого соленый сантал. Я уже ходила и искала соленый, потому что этот чересчур сладкий. И он такой вот въедливо сладкий. Он когда его... Я его тоже использую как ароматерапию. Распыляю по квартире. И достаточно пары пшиков, и у вас очень-очень долго будет пахнуть вот этим сладким деревом. Но все равно хорош. Хотя бы из-за своей такой насыщенности. Далеко не каждый аромат настолько долго, хорошо чувствуется. И, в общем-то, не противно. Хорошо чувствуется. А что у нас там есть? Сейчас посмотрим. Бергамот, лимон, нектарин. Но он не кислый. Он очень сладкий. В нотах сердца орхидея, розовые лепестки, фиалка, сантал. И пралине, кашемир, ваниль. Очевидно, вот это пралине, ваниль. Оно выходит в первые ряды. И получается немножко сладковато. Вот такая у меня была первая покупочка для разгона. Очень недорогой. Он стоит по скидке, по-моему, 5,99. Что-то типа этого. Следующий был аромат, который я решила подойти правильно к приобретению ароматов. Я очень долгое время ходила, тестировала. Такая вот зовут коллекшн. И аромат называется твилинг. Или как-то так. Я вам покажу лучше поближе. Вы сами прочитайте. Потому что я всегда что-то не так называю. Чем он мне понравился? Ну, во-первых, мне очень нравятся белоцветочные ароматы. То есть все, что белоцветочное. Ну, ценой там тоже скидки, естественно, и всякое такое. Без этого никак. Теперь без этого никак. Не те времена, чтобы все покупать по полной цене. Сейчас давайте-ка нанесу немножко. Ой, красивый какой. Он такой прямо съедобный. Он теплый, съедобный. Но в то же время белоцветочный. Там фруктовые какие-то ноты. Первый. Потом туберозы. Ланг-эланг. Жасмин. Амбра. Древесные ноты. Мускус почули. Но все очень нежно, очень красиво. Это такая, как бы его назвать, гиперженственная цветочность. Ну, и фруктовый тоже. Он такой умеренно сладкий. Он такой очень округлый. Он такой мягкий. Он такой на кошачьих лапках. К тебе подбирается. И туберозы здесь замечательные. Ланг-эланг так немножечко вносит в свою такую восточную нотку. В общем, прелестнейший совершенно аромат. Он очень красиво потом долго держится у меня на коже. Редко какие ароматы. У меня кожа какая-то голодная. Она все съедает сразу. А этот держится. Его чувства. Он потом становится именно более жасминовый такой. Раскрывается постепенно. Красиво. В общем, совершенно довольна этой покупкой. Мне очень нравится эта коллекция. Там есть еще множество интересных ароматов. Я думаю, что что-то из нее будет обязательно еще приобретено. Следующая покупка была просто замечательная. Я довольна. И я надеюсь, что что-то еще смогу попробовать благодаря Дмитрию, который мне прислал из России большую посылку с ароматами. Сейчас еще что-то идет. И я себе оставила черную смородину мяту бракара и тюльпану мимозу. Невероятно красивые оба аромата. Действительно, ароматы природы. Настолько естественные, настолько натуральные, настолько потрясающие. И пускай это тоже скорее ароматерапия может быть. Потому что ходить и пахнуть черной смородиной мятой, наверное, как-то все-таки странновато. Вот такие вот красивые пузыречки. Но, опять же, очень позитивный аромат, который бодрящий такой, прекрасный. Но вот тюльпан и мимоза, я думаю, он будет носиться обязательно, потому что он красив. Это именно тюльпан, это именно мимоза, это именно два цветка. Там, конечно, больше всего заявлено. И когда я читала, я удивлялась, а где же все это остальное, что заявлено. В тюльпане и мимоза, например, есть еще лист банана, орхидея, мускус, танджерин, черный чай. Где все это? Ну, здесь есть такая легкая, легчайшая, терпковатая, горьковатость. Или нет, наверное, вот именно такая терпкость какая-то. Сложно объяснить, как бы ее передать, какими словами. Горьковатость я не люблю ее. Потом покажу вам один аромат, который приобрела, он оказался горьковатый. И это казалось совсем не то, что мне хотелось. Оказывается, я горечь не переношу вообще в ароматах. А этот, он просто естественная, зеленая. Листья, они же не сладкие, да? Они как раз вот такие, какие-то наполненные своим особым ароматом. И вот здесь как будто бы лист тюльпана, мимоза, вот это зелень веточек. И она так, она просто потрясающая. Вот настолько натуралистично, настолько, как будто кажется, что ты не в аромате. Ты просто лежишь в грядке, уткнувшись носом во все эти тюльпаны, мимозы. И вдыхаешь, и наслаждаешься. Потрясающая серия. Она бюджетная и она невероятно красивая. Много всего в этой серии. Не все ароматы меня впечатлили, зацепили. Но вот эти два я однозначно оставлю. А тюльпаны, мимозы это будет мой любимчик. В общем, очень удачный, на мой взгляд. Очень удачное приобретение. Дальше меня куда-то понесло. Я решила, что надо вернуться к некоторым ароматам, мимо которых я как бы прошла мимо. И как это ни странно, я прошла в свое время мимо Тома Форда, Черной Орхидеи. А сейчас тоже, опять же, были какие-то потрясающие большие скидки. Можно было за 30 миллилитров. Я, конечно, стараюсь больше не брать. Объем есть, есть такая возможность. Потому что когда-то не понятый мною аромат. Кажется странным. Но вот после таких природных ароматов он, кстати, очень хорошо заходит. И это, ну, вначале, да, вначале какая-то немножко кислятин у меня почему-то. Ну, совсем недолгое время. И она такая тоже своеобразная. А потом он потрясающе раскрывается. И он какой-то обалденный, совершенно невероятный. И то, что там вот заявлено в первых нотах. Например, Жасмин, Гордыни и Ланг и Ланг, Бергамот, Лимон, Мандарин, Черная Смородина, Трюфель. И кажется, что ты буквально все вот это и чувствуешь на себе. И там и специи, и фруктовые ноты, и лотос, и орхидея, и темный шоколад, и сандаловое дерево, и почули, амбра, ладан, ваниль, витикер. В общем, столько всего потрясающего. Ну, наверное, все уже этот аромат пробовали. Причем есть, кому нравится больше парфюмерная версия. Вот у меня парфюмерная вода. А есть больше, кому нравится туалетная. Потому что она как будто бы немножко мягче, нежнее, не такая цепкая. Сейчас мне кажется, что это вообще сплошные какие-то цветы, шоколады. Так вот играет это самое по-разному на коже. В зависимости от температуры, погоды, наверное, влажности. Даже если вам аромат не сразу понравится, либо не сразу вы поймете, всегда дайте ему шанс немножко попробовать в разных условиях. Потому что они меняются. Они однозначно меняются. И после того, как они постоят немножко после дороги и просто от различных условий, ну вот довольно, как бы не было, теперь рада. Потому что все-таки аромат достойный, красивый. И я дождалась таких моментов, когда он уже стал стоить очень недорого, что меня радует. Я смогла его себе позволить. Вот следующий аромат купила по отзывам. Смотрела одну замечательную блогершу из Австралии. И она его очень нахваливала. И еще раз убедилась, что никогда не слушай мнения других людей. Потому что разные, опять-таки, условия, разное восприятие. И даже по описанию он мог бы мне понравиться. Потому что это тоже такой красивый, бело-цветочный аромат, где очень много флердоранжа. Соответственно, апельсинового цвета, скажем так. А я очень люблю апельсиновые ароматы. У меня есть любимый Giordani Gold Essence, где сплошные апельсиновые цветы. Но они там сладкие. А в этом аромате они горькие. И, казалось бы, бергамот, миндаль, абрикос, верхняя нота, апельсиновый цвет и бобы тонко. Но что здесь может быть не таким? И вот, к сожалению, оказался совершенно не мой аромат. Вот такой Роберт Пеге Мадмуазель. Даже название предполагает, что не мадама, а мадмуазель. То есть он такой должен быть нежный, девичий, красивый, свежий. И если бы он был больше бело-цветочный, мне бы он, наверное, понравился. Но он горьковатые апельсиновые цветы. Вот это все, во что я откнулась. И я теперь не могу отойти от этого. То есть вот эту горечь я все время чувствую. Она, кстати, безумно. Он стойкий, он на следующий день. Это специально одела шарфики. Но его наносила уже давно, дня два назад. И до сих пор он присутствует. Вначале он, конечно, сбивает с ног. Он очень сильный. Он такой, ну, я бы даже сказала, и резкий, наверное. Так, давайте я буду показывать. А тогда я вам загоражу там ежиков. Вот так буду показывать. Ну, кому нравится эта легкая горчинка. Она, конечно, не сильная. Есть и гораздо аромат с более сильной горечью. Может быть, она должна быть при высшей температуре. При какой-то, вот я хочу летом, может быть, если он у меня останется, если я за это время не продам. Оставлю на лето, может быть. Потому что невозможно он будет по-другому раскрываться. Но пока вот я не смогла примириться вот с этой горячавостью какой-то такой непонятной. Но тоже очень натуралистичный, очень красивый аромат. У меня не было возможности в жизни попробовать, как же пахнут настоящие апельсиновые цветы. Пахнут ли они, вот есть ли у них вот эта горчиночка такая природная. Или они все-таки сладостные. И почему тогда здесь сделан на это упор. Ну, во всяком случае, аромат, безусловно, чувствуется, что это какое-то произведение авторское. И оно интересное. Но вот я не совсем с ним подружилась пока что. Может быть и не подружусь. Ой, как-то сейчас он у меня смешался. Тут у меня этот бракар тюльпаны-мимозы. И поэтому он вместе перемешался с этим ароматом. И я теперь понимаю, почему иногда говорят, что нужно наслаивать аромат или смешивать. Потому что они как-то совершенно по-другому тогда играют и выглядят. Так, следующие две покупки. Объяснимые с той точки зрения, что ароматы, на которых... Это ароматы-аналоги фирмы Рифан. И, конечно, позволить себе сами оригиналы пока нет возможности. Они стоят баснословно дорого. Вот, вот говорила. Это аромат, который будет... Похож на ланком розы Берберанса. Вот из этой красивейшей линейки. У которой флаконы там потрясающие. Все в какой-то металлической оплетке. И на Армании Приве роза Араби. Выглядят они все одинаково. Вот в таких вот коробочках и флакончики тоже одинаковые. Поэтому сразу вы и не сообразите, что у вас. Ну, вот здесь немножко чувствуется какой-то ут. Значит, это точно не роза Берберанса. Это значит, это аравийская роза. А роза Берберанса здесь очень сладкая. Она, конечно, вкусная. Она сумасшедшая, стойкая. И вообще все аналоги, которые делаются похожими на ароматы с розы, у Рифана получается очень хорошо. Ну, потому что все-таки исходное сырье, розовое масло. И они как-то его качественно используют. Вот второй просто невероятно сладкий. А настоящая роза Берберанса Ланкомовская, она все-таки с зеленью. Вот мне здесь зелени очень не хватает. Но вот эта сладостность, она потрясающая, кстати говоря, по-своему. Невероятно тоже стойкая, интересная. Так что просто хотелось попробовать, посмотреть, как оно будет. А может быть, оно тоже будет совсем неплохо. И пока я не смогу купить хоть хотя бы остаток во флаконе розы Берберансы. А хотелось бы, буду пользоваться этими. Почему бы и нет? Они тоже по-своему очень хороши. Опять были скидки какие-то тут. Они еще и продолжаются есть в магазине Дуглас. И была 50% скидка на вот такую марку Айсенберг. И эта линейка, она всегда была почему-то очень дорогая. Она была там за 100 евро стоила. А сейчас были 50% скидки. И, конечно, это было большое искушение. Но не скажу, что эта линейка мне нравилась. Вот просто скорее такое хомячковое, что ну надо же хоть что-нибудь. Сейчас я вам покажу флакончик. Он прелестный, чудесный, потрясающий совершенно. С ключиком вот такой вот. Ну, тут из одного флакончика можно было взять. Что у нас там есть? Почему он меня заинтересовал? Называется Jardin des Sands. Переводите сами. Мой ужасный французский. Гриб-фрукт, мандарин, слива, малина, розовый перец. Это верхние ноты. Слива очень здесь чувствуется. Ну, малина тоже, кстати, чувствуется. То есть вы уже понимаете, это такой фруктовый и ягодный аромат получается. Ноты сердца. Жасмин, солнечные ноты. Почули, розы, белый кедр. И амбра, сандал, ваниль, пралине, бензоин, бобы, тонко, мускус. Ноты базы. Сладкий, но не чрезмерно. Немножечко почему-то какой-то ретро. Ну, самое малость, но вот есть какое-то ощущение. Хотя, казалось бы, такая здесь современная пирамидка. На удивление, не очень долго держится. Хотя, казалось бы, ну, первоначально-то это такой дорогой аромат. Заявленный как хорошая такая парфюмерия. Чуть ли не нишевая. Ну, наверное, и нишевая даже. Все очень хорошо слеплено, смешано, перемешано. Воспринимается, ну, как хорошие дорогие духи. С такой неярко выраженной нотой. Вот они просто вокруг тебя создают вот такое облако чего-то дорогого. Ну, слабенькие. На мне они быстро улетучиваются. Куда-то быстро пропадают. И очень жаль. В этой линейке есть еще несколько ароматов. И цены все еще такие же смешные. Так что, кто хочет, может сходить, потестировать. А вдруг вы найдете своего любимчика среди этого. И будет у вас красивый флакончик. И последний аромат. Это Оскар де Лоренто. Белая эссенса. Там тоже выходила... Это уже третья версия. Есть белая, розовая и вот такая золотая. Флакончики прелесть. У меня есть первая версия. А теперь есть вот этот. Этот мне нравится больше всех остальных. У него очень красивый флакон. Вот такой вот. Что-то у меня тут вылетели какие-то еще. Ну, с этой стороны он простенький. Могли бы уже немножко доделать. Ну, что же не так вот. Хотя бы просто позолотили бы его. Ну, аромат чудесный. Он легкий. Он прекрасный. Он вкусный. Он сразу дает какое-то такое... Тоже вот эту грибфрутовую кислинку. Хотя, возможно, его там нет. Сейчас мы почитаем состав. Нет, есть. Первая же нота. Грибфрут. Малина. Красная смородина. И вот малина. Красная смородина. Грибфрут. Очень прекрасно чувствуется. Ваниль. Роза, жасмин, нота сердца. И почули, мускус, абраксан, ноты базы. Хорош, невероятно. Очень приятный. Вообще, ароматы Оскара де Лоренто, они в моих любимчиках. Потому что они, ну, по цене они очень такие приятные и доступные. Особенно, если есть возможность небольшую версию купить. И там много цветочных красивых ароматов. Вот одна из самых сильных, насыщенных, потрясающих мимоз в аромате Оскара де Лоренто Валюпте. Там, ну, там столько всего есть интересного, что я даже, наверное, надо снять отдельное видео про эти ароматы. Я по возможности, когда есть, всегда что-то покупаю. Потому что цены там, ну, на сайтах на вот эти более старые ароматы в районе 20 евро за 100 миллилитров. И там просто у вас, в конечном итоге, получается целая ведерко прекрасного цветочного аромата. Красивейшего, очень стойкие, очень долгоиграющие, очень шлейфовые. Они замечательные. Этот, может быть, немножко полегче будет. Но он просто такой тоже весенний, летний, позитивный, красивый, вкусный. Может быть, чуть-чуть простоват. Нет в нем какой-то такой замысловатой сложности. Ну, и не нужно ее. Иногда нужны такие хорошие, приятные ароматы. Вот в таких красивых флакончиках. Флакончик, конечно, прелесть. Вот такие покупочки. Порой успешные, порой, может быть, немножко поспешные. Всяко бывает. Ну, тем не менее, познакомила. Может быть, кого-то что-то заинтересует. Кто-то тоже пойдет, потестирует. Потешит свое чувство любопытства. Потому что оно требует постоянно каких-то жертв. И вот это жертвы моего любопытства. Вы видели только что. На этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.